Существует два типа мотивации, финансовая и не финансовая. Финансовая мотивация, она работает до определенного уровня развития человека. И действительно люди уже не ведутся на деньги, потому что ключевым фактором для них является влияние в компании. Сотруднику важно понимать, что его решения, его действия, они как-то влияют на компанию, на рост. Чтобы он когда пошел в курилку с пацанами, он спрашивает, ты кем работаешь? Он говорит, ну я руководитель. Это статус, это важность, особенно для мужчин это важно. Мы же все альфа-самцы, да, так или иначе? Это первое, что важно людям. Второе, это будущее. Видит ли он рост конкретно вот в этой позиции? Есть ли у него возможности для роста? Есть мотивирующий фактор, а есть гигиенический. Вот красивый офис, наличие там кулера, чего еще? Кофемашина. Кофемашина, там, я не знаю, социальный пакет. И зарплата не являются мотивацией. Мотивацией, вообще, это не мотивационные факторы. Это гигиенические. Если у вас этого нету нормального, к вам нормальные люди вообще не придут. Во-первых, надо понимать, где вы находитесь, куда вы идете, кем вы хотите стать. Потому что есть мотивационные факторы, краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные, это когда вы рассказываете им про светлое будущее. Здесь через 4 года будет город-сад, ну и вот это вот все. И они хотят быть сопричастными тому, что они будут создателями вот этого города-сада. Это одна часть. Есть краткосрочные мотивационные факторы, которые работают на короткую перспективу. И это нужно думать, об этом нужно прописывать, это нужно внедрять в модель работы всей компании. Субтитры создавал DimaTorzok